13 ноября воспитатель детского сада номер 7 Родничок, почётный работник общего образования Российской Федерации Валентина Шушкова, отметит 50-летие трудовой деятельности. Полвека она проработала на одном месте. В её трудовой книжке значатся только две записи о приёме на работу – на перчаточную фабрику и в детский сад номер 7. Раньше, чтобы поступить в институт, нужно было, чтобы был стаж, и брали в первую очередь. Пришлось после 8 класса идти на перчаточную фабрику, отработать три года и уйти. В семье Валентины Викторовны не было педагогов. Она ещё в школе определилась с будущей профессией, причём мечтала работать именно в детском саду с маленькими детьми. На перчаточной фабрике ей настоятельно рекомендовали поступать в текстильный институт, но пока несговорчивое руководство было в отъезде, она уволилась, чтобы поступать в педагогический. Однако наступила осень, и с поступлением в педучилище она опоздала. Такое было у меня отчаяние, что поздно, я уже не поступлю в этом году. Что мне делать? Опять идти работать? Нет, хотелось найти работу по душе, всё. Ну, а у меня папа работал на косководном заводе, начальником ЖКО, и он мне говорит, Валя, иди, я с Ефроселиной Леонтьевной поговорила, заведующей была Исацкой Ефроселиной Леонтьевной, я с ней поговорила, она посмотрит твой аттестат образования, поговорит с тобой. Ну вот я пошла, пошла и меня взяли. Так Валентина Викторовна начала работать. Вскоре вышла замуж и поступила на заочное отделение Орехово-Зуевского педагогического училища. Работала заведующая Исацкая Ефроселина Леонтьевна. Она, значит, посмотрела аттестат образования, паспорт, всё, документы, и говорит, да, нам сейчас нужен воспитатель, я вас возьму с испытательным сроком один месяц. Прошёл месяц, вызывает меня к себе. А сначала смотрела и говорит, вы знаете, что-то, я думаю, вас не получится, какая-то тихенькая вы. Прошёл испытательный срок, она меня вызывает к себе, я иду по лестнице на второй этаж, трясусь. А она ей говорит, Валентина, вы остаётесь работать. И вот с 13 ноября 1966 года я работаю здесь, в детском саду. Несколько лет Валентина Викторовна работала воспитателем, затем старшим воспитателем, потом снова вернулась в группу. На её пути всегда стояли хорошие учителя, которые научили её работать и дали прочные основы методики воспитания. Молодой педагог часто проводила методические объединения для педагогов района, и это придавало ей ещё больше сил и уверенности в себе. Методист, заведующая Панина Татьяна Алексеевна, она приходила на занятия и ходила, учила, нас проверяла. Она придёт, что-то одно заметит, вызовет тебе, расскажет. На другое занятие она приходит проверять тебя, она увидела что-то другое у тебя. И вот так постепенно, постепенно она... И поэтому, если бы она мне сказала очень много моих недостатков, я бы, наверное, да. Но она была очень такая тактичная. Вот уже несколько десятилетий она трудится вместе с коллегой Инной Сенниковой и помощником воспитателя Надеждой Гематовой. Взаимопонимание в коллективе полное, а результат такой общей работы – это высокий уровень подготовки детей к школьной жизни. А вот очень, знаете, меня радует результат труда. Особенно это средняя группа. Приходят маленькие – вообще ничего, никакие. А когда средние группы, ты видишь, чему ты их научила, и, вы знаете, получается, вот на сердце бальзам. Мне радостно, что вот такие дети. Многие очень идут в шестую школу, в гимназию поступают. Вот, по-моему, 13, вот прошлый год у нас поступила в эту. В пятую школу идут, в Логос идут. За плечами Валентины Викторовны большой педагогический опыт. Во все времена ей было интересно работать и осваивать новые методы. Но какие бы требования не предъявляло время к современному дошкольному образованию, главным воспитанием детей остается очевидное. Самое главное, наверное, любить детей. И если ты будешь любить детей, родители это видят, и они в доску разобьются, и во всем тебе помогают. Я бы вот так сказала. Самое главное, что любить детей, не выделять кто-то плохой, потактичнее быть родителями. Как-то надо найти сначала хорошую сторону ребенка, если что-то хочешь сказать. А потом можно так-то намекнуть, сказать. Валентине Викторовне далеко за 50. Она уже давно задумывается о заслуженном отдыхе. Сейчас она планирует выпустить среднюю группу и выйти на пенсию. И все-таки самые счастливые минуты ее жизни были и будут связаны с ее любимыми воспитанниками, многие из которых приводят в сад своих детей и внуков. С самого начала, когда я работала, мне было 18 лет, я гуляла еще с женихами, а идут ребятишки по улице и кричат «Здравствуйте, Валентина Викторовна!». Вот это было как-то, ну, как бы сказать, может быть, приятно даже. И сейчас, знаете, приходят дети. Вот из моего выпуска Марина Васильева, эндокринолог. Сейчас заканчивает аспирантуру Долгерев, хирург будет. Ну вот, приходят в гости, приходят с конфетами, чай пьют, вспоминают. И вспоминают вот то, как шнурки завязывать учили, как ласково называли вы нас, как вы спрашивали родители, называли нас ласково. Вот что запомнилось им, вот об этом мы говорим. За полвека, по признанию Валентины Шушковой, желания уйти с работы у нее не возникало. Были минуты отчаяния, но они быстро проходили. Счастливых минут было намного больше, и работа всегда доставляла удовольствие.